Друзья, всем привет! Мы с вами продолжаем подводить итоги 2019 года. И сегодня поговорим о чем-то хорошем. Мне в комментариях вы пишите, Илья, почему ты видишь только плохое? Неужели не происходит ничего хорошего все твои итоги года? Это какая-то депрессуха, после которой портится настроение? Жить не хочется, давай что-нибудь хорошее. Замечательно, ваши просьбы были услышаны. Сегодня мы поговорим о лучших общественных пространствах, которые были открыты в 2019 году. И здесь действительно есть повод для радости. На самом деле эти рейтинги про какие-то достижения в том числе я делал уже не первый год. И я хорошо помню года 3-4 назад, когда я впервые решил сделать подборку лучших общественных пространств, которые сделали за год, я обратился к своим знакомым архитекторам. И было действительно очень сложно набрать 10 общественных пространств, которые реализовали за год. По всей России была ужасная ситуация. Но с каждым годом ситуация меняется. И, к счастью, все больше и больше классных общественных пространств, парков, набережных, скверов появляются. Появляются не только в Москве. И сегодня я хотел бы показать вам, что делали в 2019 году. И в этом году, нужно отметить, в этом году было сложно выбрать 10. Потому что их было очень много. Я даже в какой-то момент подумал, что она может сделать подборку из 20. Но все-таки традиции есть традиции. Особенно новогодние. Их надо уважать. Поэтому подборка из 10 лучших общественных пространств, которые были реализованы в 2019 году. Здесь я сразу хочу сказать, что мы сегодня не будем рассматривать Москву. Потому что от Москвы, во-первых, у всех бомбит. Во-вторых, ну и неинтересно. Москва с ее триллионными бюджетами. Понятно, что она может приглашать крутых специалистов. Делать хорошие общественные пространства. Поэтому давайте посмотрим, что происходит в регионах. Еще небольшая ремарка. Я сразу хочу сказать, что порядок, в котором эти общественные пространства идут. Он не означает, что где-то лучше, где-то хуже. Я не хочу рейтинговать эти общественные пространства, чтобы никого не обидеть. Они идут совершенно в случайном порядке. Поэтому не надо радоваться тем, кто на первом месте. Не надо грустить тем, кто на десятом месте. Потому что все причастные вот к этим десяти общественным пространствам, они большие молодцы. И герои, им всячески лайки, почет и уважение. Итак, предлагаю сначала перебраться далеко на восток, к Енисею. В Дивногорске сделали потрясающую набережную Енисея. Что такое Дивногорск? Дивногорск — это город, который находится в 20 километрах от Красноярска. И в октябре там после большой реконструкции открылась набережная. Теперь набережная разбита на несколько тематических зон. Гулять стало приятно и не страшно в любое время суток. Ну что самое крутое, на мой взгляд, то, что общественное пространство разработано так, чтобы его можно было использовать круглый год. Вот из необычного, посмотрите, сделали такую вот барную стойку, за которой можно полюбоваться Енисеем с кофейком в руках. Чаще здесь, конечно, будут сидеть, наверное, немного с другим. Но неважно, вообще сама идея таких вот барных стоек с такими вот стульчиками на общественных пространствах, она мне очень нравится. Для того, чтобы можно было созерцать природу. Очень-очень классная тема. Сама набережная, она двухуровневая, спуститься вниз можно и с колясками, для этого предусмотрели пандусы. Бетонный откос, понятно, это было, архитекторы так очень грамотно это пространство облагородили. На разных уровнях вот там и появились скамеечки, появились какие-то перголы с качелями, вот посмотрите, как сделано. Ну есть еще более быстрый способ, это детская горка. Вообще я очень всегда люблю, когда архитекторы используют уже существующий рельеф для того, чтобы насытить его дополнительными смыслами. Опять же, вот очень круто, посмотрите, как из дерева они сделали такие вот ступени. Очень хорошие детские площадки здесь, дерево, веревки, в общем, все как в Европе, очень классно сделали. Много разных мест для отдыха, и посмотрите, вот все эти места такие вот уютные и интересные. То есть в чем плюс хорошее общественное пространство, да, то, что вам должно быть в городе, на набережной, в парке, должно быть комфортнее, чем у вас дома. То есть вам должно быть там комфортнее, чем в каком-нибудь, не знаю, там, Макдональдсе или в кафешке. Для любого общественного пространства его нужно продавать, и для этого важно, чтобы была какая-то идентика, логотип. Ну и здесь замечательные такие большие буквы, которые выполняют роль, то есть по ним можно карабкаться, лазить детям. Ну и, конечно, можно делать селфи для Инстаграма. Посмотрите, это пространство зимой работы, такие фантастические виды открываются. Пространство получилось действительно крутым и, на мой взгляд, хороший пример, как можно в провинции заниматься набережными, парками, чтобы они были современными и красивыми. Ну, конечно, я не могу не рассказать про центральную площадь Ижевска. Да, я про неё уже делал отдельный целый большой ролик. В Ижевске, для тех, кто не посмотрел, смотрите в подсказках, ссылочка будет в описании на отдельный ролик. В Ижевске в этом году открылась обновлённая центральная площадь. Этой площадью занималась моя супруга Любовь, она архитектор и она занималась проектированием этой площади. Получилось очень круто, то есть я совершенно искренне считаю, что это классное общественное пространство. И все, кто был и кто видел, как там всё сделано, я думаю, они со мной согласятся. Это вовсе не потому, что это делала моя жена, уж поверьте, с неё спрос в два раза строже. Я никогда лишний раз не стал бы показывать какие-то объекты, говоря, что они хорошие, если бы мне за них было стыдно. Да, за эту площадь действительно не стыдно. Раньше здесь была обычная такая советская площадь, в которой она была вся разбита. Ну вот архитекторы придумали поделить её на зоны. Там появилась зона с фонтанами, она такая одна из самых оживлённых и вообще стала такой точкой притяжения. Когда её открывали, было уже холодно и дети в пуховиках туда полезли купаться. Это было очень круто. Под фонтаном пришлось сделать большое техническое помещение, где спрятано всё оборудование. И это, в свою очередь, позволило сделать смотровую площадку, с которой открывается шикарный вид на закат. Есть зона с садом, проложили дорожки, газончик, посадили деревья, лавочка для более спокойного отдыха. Кстати, в ролике, когда я показывал эту площадь и подробно про неё рассказывал, была критика относительно деревьев. Почему это так, Варланд? Ты всё время хейтишь маленькие деревья. А здесь вот деревья небольшие и ты про это ничего не сказал. В проекте были заложены взрослые деревья, высадили те, на которые хватило денег. Это прямо не совсем палки, над которыми мы все смеемся. Это деревья порядка 3-4 метров. Они действительно молодые, действительно можно было купить деревья постарше. Но из-за того, что это Ижевск, а не Москва, деньги ограничены, бюджет был сильно ограничен. Поэтому какие купили, такие купили. Ну и дальше она спускается к воде, площадь с яруса. Там ещё будет третья очередь, пока можно её посмотреть только на визуализациях. Сейчас она ещё не готова. Но главное, как обычно в мелочах, в Ижевске были реализованы просто идеальные узлы и решения, которые вообще мало где в России до этого применяли. Начинают с очень аккуратных приствольных решёток, идеально там уложенные плиточки. Плитка, кстати, недорогая, бетонная, это не супер дорогой гранит, как в Москве. Но смотрится она хорошо, потому что она идеально ровно уложена, применены разные размеры. Ну вот я показывал, например, как сделан уклон газона, как он сопряжён с плиткой, как сделан водоотвод. В общем, классный проект. Ну и напоследок давайте полюбуемся, как всё это дело выглядит вечером. И ещё раз приглашаю посмотреть полноценный ролик, кого этот проект заинтересовал. А мы с вами перемещаемся на следующий объект. Следующий объект это парк имени Гайдара, который находится в Арзамасе. В 2018 году Арзамас победил в конкурсе «Исторические поселения и малые города». С проектом развития парка имени Гайдара. В обсуждениях проекта нового парка приняло участие почти 1300 арзамасцев. И одна из площадок вообще появилась в концепции благодаря конкурсу детского рисунка. И вот буквально на днях проект воплотился в жизнь. Вот его сдали уже под конец года. Официальное открытие назначили на весну, но техническое открытие уже состоялось. Так что мы можем посмотреть, что там получилось. Набережную и аллею выложили плиточкой. Конечно, не так искусно, как в Ижевске, но тоже красиво. Появилась подсветка, благодаря которой парк заиграл новыми красками. В вечернее время будет актуально. Появилось много современной уличной мебели. А фестивальные и ярмарочные площади обзавелись сценой и амфитеатром. Большое внимание уделили спортивной инфраструктуре. Спортплощадка, велодорожка, есть поле для баскетбола и волейбола. В общем, круто, что думают не только об отдыхе, но и о спорте. Вот такой объект, и я рад за Арзамас. Арзамас, кстати, невероятно крутой город. Вообще один из самых милых и душевных городов России. В моем личном рейтинге спорят с торжком. Поэтому кто из Арзамаса, я завидую вам по-доброму. Вы живете в очень красивом месте. А теперь переместимся в Татарстан. Как вы знаете, Татарстан один из лидеров в России по классному благоустройству. И в набережных Челнах там сделали площадь Азатлык. Значит, это главное место в городе. Здесь проходят все городские праздники. В общем, самое главное место, которое, как это обычно бывает в городах, построенное в советское время. Оно было безжизненно, такое пустое пространство. Все было залито асфальтом, бетоном, плиткой. И архитектурное бюро Дром и КБ Стрелка. Они сделали здесь современную площадь с очень грамотным зонированием. Вообще, оживлять такие бетонные пустыри всегда очень сложно. Но вот ребятам, на мой взгляд, удалось. И получилось классное общественное пространство. Оно разделено на три большие части. Здесь появилась зеленая зона с цветниками для прогулок и отдыха на травке. Здесь появилась культурная часть с фонтаном, кинотеатром, тематическими павильонами. Ну и наконец, собственно, сама по себе площадь, на которой будут проходить мероприятия. Ну и главная точка притяжения здесь, это амфитеатр и обзорная площадка, которую сделали в форме такой яркой спирали. С них открывается шикарный просто вид на обновленную площадь. Ну раз мы с вами говорим про площади, давайте мы переместим сейчас в небольшой городок в Ивановской области. Это Гаврилов Посад. Опять же, приятно, что в нашем районе появились совсем небольшие населенные пункты. Это даже не столица и регионов. В общем, Ивановская область, город от Минстроя получил грант в 80 миллионов рублей. Для того, чтобы они реконструировали главную площадь. И безжизненный пустырь превратился просто в шикарный променад. Посмотрите, как стало зелено, какое современное освещение. Как вот необычно они уложили плиточку, то есть получилось такое супер уютное и классное общественное пространство. Здесь реально хочется находиться. Вот то, что мы обычно видим там в Европе и так далее, да, вот получилось в Гавриловом Посаде. Посмотрите, какие классные детские площадки вот из бревен. Почему в моем детстве не было таких площадок? И опять же, слушайте, я так рад, что наконец-таки люди поняли. Вот я много лет рассказываю, какой ужас эти отвратительные цветастые площадки пластиковые. К сил, эти городки в виде Кремля или кораблей. Что это за хрень? И наконец-таки стали появляться классные детские площадки, на них приятно посмотреть. Ну просто посмотрите на эту детскую площадку, да. Здесь хочется играть, здесь просто подумали о детях и фонтанчик и все остальное. В качестве покрытия вместо резины сделали песочек с мелкими камушками. Я просто завидую детям, которые там играют. По периметру площади расположены торговые ряды, которые между прочим являются объектом культурного наследия. И городской рынок, на который приезжают покупатели и торговцы из поселок и деревень районов. Ну то есть в небольшом населенном пункте появилась классная точка притяжения. Прямо круто! Слушайте, я очень-очень рад, что такие классные места появляются. А теперь опять мы переместимся в Татарстан и в столицу Татарстана, Казань. Казань один из моих любимейших городов. Мне очень нравится то, что там происходит. И сегодня я хочу вам показать бульвар белой цветы в Казани. Я там был, но не выпускал про него сюжет. И мне, конечно, стало самое время рассказать вам про этот объект. Потому что когда я его снимал, я знал, что он войдет в рейтинг лучших общественных пространств. Это очень крутое место. Особенно для меня приятно, что этот бульвар появился на месте бывшей автостоянки. Там была просто насыпь из строительного мусора, там парковались грузовые автомобили. А теперь здесь просто фантастическое и действительно очень крутое общественное пространство. Интересно, да, это общественное пространство находится не в центре города, оно находится на окраине, просто в спальном районе. Вот посмотрите и скажите, хотели бы вы, чтобы среди ваших панелей появилось такое вот классное общественное пространство? Я вот предлагаю пойти сейчас погулять и посмотреть, пообщаться с архитекторами, посмотреть, что там сделано. Вот эта вот зеленая изгородь, которая высажена, она просто сейчас молодая, здесь по факту будет такая плотная зеленая стена. А здесь небольшие участки для того, чтобы можно было просто поотвисать, поесть, поговорить и так далее. Детская площадка спроектирована полностью, как бы, это все авторское оборудование, которое было произведено по эскизам архитекторов. Идея была сделать такие гнезда, и мы в центре площадки посадили большую Иву, чтобы она делала это все более природным, это место. Навес, песочница большая, потому что родителям тоже должно быть комфортно на детской площадке, должна быть тень, здесь появился фонтан. Его задача быть таким, чтобы дети могли в нем играть, забегать в него по щиколовку, лежать в нем, летом, когда будет тепло, разумеется, лежать в нем зимой, когда здесь снег, потому что он светится зимой тоже, заезжать сюда даже на велосипеде и на роликах, вообще взаимодействовать с водой. Здесь постоянно сидят люди, бабушки, родители, которые наблюдают за детьми, а ночью он супер светится, и это такой отличный инстаграм-спот для казанских девушек. Вот это место, это памятник парковки, столько места занимает одна тачка. Мы специально сделали это на бульваре, чтобы показать людям, что они получили вместо машины. Ну а теперь я приглашаю вас в Зарайск, и там сделали классную пешеходную зону. Красноармейская улица была проложена при Екатерине II, и она связывает целый ряд исторических объектов. Торговая площадь, красивая каменная водонапорная башня, гостиный двор и один из старейших храмов города Троицкую церковь. Улица и историческая площадь уже более 200 лет. Отличный, мне кажется, повод заехать в Зарайск хотя бы на пару часов, и вообще Зарайск крутой город, настоятельно рекомендую его посетить. Проезжую часть на улице оставили, но ее сузили до одной полосы. Сделали вот такие вот широкие тротуары, замостили все классной плиточкой, сделали комфортное освещение. Поставили уличную мебель, качели. Очень бы хотелось, чтобы вместо асфальта сделали брусчатку. Вот если здесь брусчатку сделать вместо асфальта, будет просто еще круче. Будет еще круче, еще лучше, ну пока так. Во всей этой красоте, конечно, портит вид переход с этими кислотными полосками, с этими знаками в обводке. Мы с вами знаем, что это никак не способствует снижению ДТП, аварийности. Наоборот, такое вот яркое оформление пешеходного перехода, оно маскирует там пешехода. И именно поэтому на Западе в Европе так не делается, здесь надо было сделать приподнятый пешеходный переход. Здесь нужно было физически ограничивать скорость машин, и тогда можно было вообще не ставить знаки, и всем было понятно, что там пешеходный переход. Ну вот, к сожалению, наши госты, они предписывают уродовать даже такую красивую улицу, как в Зарайске. В общем, за Зарайск можно только порадоваться, и всех в Зарайск приглашаю. А дальше хочу вам показать проект набережные озера Сениш в Солнечногорске, это тоже Подмосковье. Осенью здесь совершилась вторая очередь благоустройства, набережные озера Сениш. Теперь это одна из лучших набережных Подмосковья. По утрам тут занимаются йогой, у воды играют дети, отдыхают взрослые, по вечерам устраивают фотосессии. Ну и действительно есть вообще где, есть причина. Посмотрите, как классно сделали, мне очень нравится то, что наконец-то появляется контакт с водой. То есть у нас перестали озера закапывать в бетон, ставить заборы, а наоборот делают так, чтобы люди могли максимально контактировать с природой. В парке у набережной появились новые прогулочные маршруты, пешеходные мостики, сделали двухкилометровую велодорожку. Кроме того, организовали причал для рыбаков и дополнительную пляжную зону. Вот на этой фотографии сверху хорошо видно, появились пляжи, появились кабинки там для переодевания, спортивные площадки. В общем, все сделано очень стильно, деликатно по отношению к природе. Я рад, что у нас теперь наконец-таки не какие-то мерзкие шашлычные с зонтиками Coca-Cola, а стильные, хорошие общественные пространства, на которых наконец-таки приятно находиться. Девятое место. Мы с вами переносимся в Калининград и смотрим улицу Бараново. В Калининграде после полутора лет реконструкции полностью открылась улица Бараново. Я ее показывал еще на этапе, как ее только начали открывать. В целом улица такая, ну, стилистически очень красивая, потому что для мощения использовали кирпич, и в принципе все здания вокруг кирпичные навели порядок здесь с ларьками, потому что здесь рынок, и раньше здесь был полнейший бардак, парковка, здесь были машины, машины отсюда убрались, остался только технический проезд для разгрузки, перевели в порядок все фасады, ну и такая улица получилась неплохой. Она должна была полностью обновиться к чемпионату мира по футболу 2018 года, но не успели сделать. В итоге первую часть улицы открыли в конце прошлого года, а вот в октябре отремонтированная улица была открыта полностью. И действительно это классный проект, мне очень понравилось то, что вымостили ее красным кирпичом. Вот здесь как раз круто, что высокие взрослые деревья нашли деньги и высадили. Ну и прям вот посмотрите, как круто новое покрытие гармонирует с историческими постройками. В общем можно только порадоваться за Калининград. И обратите внимание на мощение проезжей части, потому что ее вымостили брусчаткой. Это вот то, что не хватает Зарайску. Ребят, вот из Зарайска поменяйте асфальт на брусчатку и у вас будет город еще намного лучше и круче. Делайте брусчатку, делайте брусчатку. Ну и последний объект, который я хочу вам сегодня показать, он находится в Казани. Это территория Лебяжьих озер. В советское время, когда строили дорогу, связи бассейнов-озер были серьезно нарушены. Позже ситуация только усугубилась. В итоге озера Светлое Лебяжье, Большое Лебяжье и Сухое Лебяжье полностью высохли и заросли сорной растительностью. В 2017 году была запущена экологическая реабилитация озер, которая минувшим летом завершилась. Здесь не столько благоустройство, сколько просто крутейший пример восстановления утраченных в результате косяков прошлого озер, очистки их. И я рад вообще, что такие проекты экологические в России появляются. Это, по-моему, мега круто. Ну и, конечно, важно, что помимо реабилитации самих озер, была благоустроена территория вокруг них. Сделали аккуратненькие дорожки из дерева, установили скамейки, другие малоархитектурные формы. Организовали детские площадки, сделали освещение. В общем, теперь приятно погулять. И, опять же, все максимально экологично. Я прямо с восторгу смотрю на эти деревянные дорожки. Хорошо, что не асфальт. Посмотрите, как они прямо сделаны вдоль воды. Насколько это круто смотрится. Большая часть лесопарка будет функционировать как городской лес. То есть, все, что сделают, это по принципу минимального воздействия на среду. Уже закрыли доступ автомобилей, поэтому попасть сюда можно теперь только пешком. И такой вот кайф, класс. Можно порадоваться за Казань. Ну что, друзья, это были 10 лучших общественных пространств, которые открыли в России в 2019 году. И... Ой, ладно, слушайте, а давайте еще маленький бонус. Ребят, маленький бонус из Грозного. На этом месте все такие, вау, что Грозный решил там подмазать. Нет, друзья, нет, друзья, в Грозном, кстати, тоже появляются классные общественные пространства. Они сделали реально очень крутую смотровую площадку «Лестница в небо» или я не помню, как она даже называется. Но смысл в том, что это не просто смотровая площадка, а это такой арт-объект. Вот это прямо то, как делают норвежцы. Вот я вам много показывал про норвежские смотровые площадки и благоустройства, когда где-то на природе делается очень классный объект, который становится точкой притяжения, местом, где можно сделать классные фотки. И это очень круто. И вот в Грозном сделали такую серебряную зеркальную лестницу. И я прямо был приятно удивлен, когда это увидел. Так что Грозный у нас такой бонус, бонус-место. Итак, 10 плюс 1 общественные пространства, открытые в 2019 году. Надеюсь, вам понравилось. Если что-то забыл, пишите в комментарии. А я надеюсь, через год, когда будем подводить итоги 2020 года, у нас будет больше претендентов. Мой выбор будет еще сложнее. Ну и может быть, я не знаю, сделаем топ-20 так и быть, чтобы прямо уж никого не обидеть. Желаю вам классного благоустройства в 2020 году. Всем пока.